Наступает час расплаты. Тяжело играть в Европу, сидя в Латинской Америке. Не плачь по мне, Аргентина. Плохо было везде. Микс из вообще всех диктатур идиллия. Отцы нации ведут за собой нации. Можно пойти и налево, и направо. Женщину либо в концлагерь, либо в океан. Совсем не чуждые фашизм люди. Глава, лидер, вождь вернулся к себе, свою резиденцию и застрелился. Не плачь по мне, Аргентина. Все мы помним так или иначе, на том или ином языке, эту песню. Известная актриса и певица из известного мюзикла. В общем-то, оттуда, с 90-х годов, в сознание многих людей, никак не связанных с Латинской Америкой, пришла вот Вита, Вита Перрон, и какие-то знания, рассуждения о Латинской Америке, о том, что что-то там такое есть, что периодически пробуждает слезы. Что не так с Латинской Америкой? Вроде все у них было, все у них есть. В начало 20-го века многие страны, страны-экспортеры Латинской Америки, это прежде всего Аргентина, ну и Чили, Бразилия, Уругвай. Они вступили с очень высокими темпами экономического роста, с очень высокими доходами, сравнимыми с западноевропейскими странами. Они, собственно, и были европейскими странами, поскольку значительной своей массе были населены выходцами, эмигрантами из Западной Европы, из Италии, Германии, из Испании, естественно, других регионов Западной и даже Восточной Европы, но в основном Западной. Начало 20-го века Латинская Америка, особенно вот эти крупные страны-экспортеры Латинской Америки, вступили на всех парах. Затем что-то пошло не так. Не плачь по мне, Аргентина. А почему плачет Аргентина, Бразилия? Вот сегодня, вот в эти дни, в это время мы видим отблески, отголоски ожесточенной борьбы на закончившееся уже, но продолжающееся ожесточение на президентских выборах в Бразилии, где вся страна, огромная страна, большая страна, по сути, напополам разделилась между таким правым популистом Бальсонару, нынешним уходящим президентом и новым старым президентом Лулой, Лула да Сильва, левым популистом, да, который был президентом, перестал быть президентом, отсидел в тюрьме и снова стал президентом. Вот откуда это все, почему это так, что там внутри, давайте разбираться, коротко, но честно. 1930-е годы во всем мире наступает масштабнейший кризис, Великая депрессия, резко валятся цены на основные экспортируемые продукты, сырьевые, сельскохозяйственные, при этом усиливается зависимость тех стран, у которых просела экспортная выручка от мировых финансовых рынков, ну им кредит нужен, чтобы покрыть выпадающие доходы от экспорта, а мировой финансовый рынок тоже схлопнулся в условиях Великой депрессии, поэтому кредиты стали дороги, недоступны, платежи по уже взятым кредитам стали тягостным бременем, а доходы от выручки, экспортной выручки резко, очень резко, иногда просто в разы сократились. Что начинается здесь? Что начинается после этого? Здесь оказалось, что быть почти европейским развитым, то есть обществом, сидя на неевропейской экономике, генерирующей доходы где-то чуть ли не от рабовладения или полурабовладения, где-то за счет пастбищ и зерновых элеваторов непросто. Тяжело играть в Европу, сидя в Латинской Америке. Можно на доходы от выручки построить дивный, красивый Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, ничем не отличающий, не уступающий от передовых на тот момент западных городов, но очень сложно поддерживать нормальную жизнь в условиях, когда ты зависишь не от диверсифицированной экономики, обладающей большим внутренним потенциалом и подушкой безопасности, а зависишь от генерируемых на внешнем рынке экспортных поступлений. Плохо было везде, особенно в развитых мире, в экономиках мира. Они очень сильно пострадали от удара Великой Депрессии. Особенно плохо оказалось в тех экономиках, которые всеми силами копировали западный мир, прежде всего в Латинской Америке. Какой ответ может дать экономика? Известный нам, простой, понятный, надо делиться. Кто с кем должен делиться? Более богатые, условно олигархи, должны делиться со средним классом, с менее обеспеченными, с теми обычными. А с другой стороны, с другой стороны, элита и олигархи понимают, что ну вот сейчас можно поделиться, но на самом-то деле, ну какой-то краткосрочный эффект это даст, но долгосрочного эффекта не будет, да. Сейчас поделим, разгоним, ну, инфляцию, и все равно она, эта инфляция, съест весь этот источник доходов, до тех пор, пока мы рассуждали о ней, не нарастим свое присутствие на мировом рынке, пока мы не вернемся к тем объемам выручки, которые мы генерировали в условиях хороших цен, ничего хорошего не будет. И вот в районе 1930-х годов в очень непростой обстановке со всякими там переворотами, свержениями, да, эта вещь для политической системы Латинской Америки очень и очень известная, вырисовывается как бы три пути. Первый путь, назовем это условно быть либералом. Ну, таковы законы рынка, мы в них пока не вписались, но кривая так или иначе выведет наверх. Пока надо вести сдержанную экономическую политику, не наращивать там никаких дефицитов, бюджетов, ничего, да, ждать пока конъюнктура выправится, и мы вернемся на привычную траекторию страны-экспортера, не наращивая при этом каких-то дополнительных обязательств, всего, что дезет за собой дефицит бюджета, потому что дефицит бюджета так или иначе заставляет нас обращаться к внешнему рынку, брать больше кредитов, и, ну, наступает час расплаты, да, но, помимо этого, будем либералами, ждем, пока все это кончится, а то, что кому-то просто, ну, нелегко сейчас, ну, да, нелегко, как-то по возможности, по возможности надо, надо помогать. Другой ответ, он связан со структурой экономики. Нам надо менять структуру экономики. Назовем-то, в Латинской Америке есть хороший термин, обозначающий такое течение в 20 веке в экономической мысли Латинской Америки структурализм. Нам нужно менять структуру экономики. Мы фундаментально зависимы от экспорта небольшой номенклатуры, небольшого ряда сырьевых товаров, природных ресурсов. Это плохо. Это плохо потому, что цены на них волатильны. Они особенно волатильны в условиях нестабильности. И это плохо тем, что в условиях спада цены на них проседают сильнее, чем цены на экспортируемые Западом, развитыми экономиками промышленные товары. Здесь появляется очень интересный аргумент, почему Аргентина не Франция. Аргентинцы, особенно аргентинцы, опираясь на статистику начала 20 века, любят подчеркивать, что их уровень жизни в начале 20 века был равен или даже превосходил французский, а Буэнос-Айрес это по сути второй, а может быть даже первый Париж. Так вот в чем отличие Франции от Аргентины? Тем, что Франция экспортирует широкую номенклатуру товаров, да, там есть и вино, и продукты сельхоз, но это и сельхоз продукты, но это и военная техника, промышленные товары, ну то есть это диверсифицированная промышленно развитая экономика. Да те же товары роскоши, если уж мы возьмем, что же промышленные изделия, одежда и так далее, и так далее. А мы в Аргентине говорили они, заимствуем, ну, поддерживаем ту же структуру, вот тот же объем потребления в общем стремимся, генерируем те же доходы, экспортируя зерно и мясо. Вот по сути и все. Ну, плюс-минус еще что-то помелочи, ну вот два основных генератора экспортной выручки. Так вот, в условиях спада, 30-х годов, в условиях спада, говорили они затем, цены на сырьевые товары проседают существенно больше, чем цены на промышленные товары. Почему? Ну, ответов может быть много, факторов много, но один интересный фактор указывался. На Западе сильны профсоюзы, силен элемент социального регулирования экономики, который не дает возможность предпринимателям, производителям, капиталистам, если хотите, в условиях спада продаж перебросить значительную часть потерь на работников. Профсоюзы и государство не позволяет взять и срубать косты на заработную плату. Так сильно, так быстро, так легко, как это можно делать в новых экономиках, экономиках нового света, где всего этого еще нет. И отсюда рождаются две интересные развилки из этой мысли, из этого теоретического наблюдения. А что делать? Первое, она ведет нас вправо. наше преимущество очевидно в том, что у нас нету этой социалки, и поэтому, опираясь на более гибкое использование рабочей силы, более гибкое, чем в развитых западных экономиках, мы можем что? И тут две развилки опять-таки. Либеральная, мы можем вернуться к той базовой модели, с которой нас не столкнул кризис, к экспорту, того, в чем у нас есть преимущество. Либо, опираясь на это же, мы можем развивать те сектора, которые замещают выпавший импорт. Ну, если у нас падает экспортная выручка, то у нас очевидно падает импорт, который, если он составлял значительную долю сырья, ресурсов для экономики или предметов потребления, очень сильно бьет и по производству, и по потреблению. Либо надо сворачивать все, что завязано на импорте, либо замещать этот импорт. И замещение импорта, стратегия импортозамещения позволяет нам не только диверсифицировать экономику, что важно и нужно, но и снижать зависимость от экспортной выручки. И вот здесь у нас правая развилка. Если мы, опираясь на отсутствие социалки, проводим, занижая, в общем-то, потребление рабочего класса, наемных работников, как хотите, форсируем в этой непростой ситуации кризиса диверсификацию экономики, проводим стратегию импортозамещения, то, в общем-то, это наше преимущество. Назовем это правой развилкой. Но есть и левый путь от этой развилки. Коль скоро у нас есть очевидная проблема с положением среднего, рабочего класса, низшего класса, наемных работников, которые беззащитны в связи с отсутствием профсоюза и социальной системы беззащитны перед колебаниями рынка, то это очевидно проблема. Это проблема социальная, она порождает рост бедности, безработицы, неравенства, преступности, отчаяния. Но это проблема и экономическая, потому что в 30-е, 40-е годы на арену в мире, не в Латинской Америке, а в мире приходит уже и кинсианство, которое говорит, что проседание совокупного спроса это базовая причина экономических кризисов, неурядиц в экономике, а соответственно подъем этого совокупного спроса прежде всего за счет доходов менее обеспеченных слоев населения он стимулирует экономику, генерирует импульсы, запускающие, возвращающие нам экономический рост. И вот собственно 30-е годы это перебор лихорадочный в условиях жестких кризисов, жестких потрясений, перебор элитами латиноамериканских стран во каких-то путей выхода из этой ситуации вокруг вот этих трех стратегий в общем традиционной либеральной право структуралистской экономическое развитие за счет рабочего класса ну и назовем ее лево структуралистской экономическое развитие с помощью доходов рабочего класса. Заметим что из этих трех стратегий спокойную жизнь для элиты как раньше обещала только одна стратегия условно назовем ее экономического либерализма ну по сути ничего или почти ничего не делать и ждать пока кривая вывезет. Ну социальные неурядицы проблемы они же не только на газетных заголовках в новостях и так далее они же на улицах городов тот же самый рост преступности это крик крик общества о том что надо делиться что делать и здесь соответственно первое что отвечает правительство на это любое правительство пытается подавить это с помощью полиции армии и так рождается вот этот маховик где острые проявления социальных конфликтов подавляются решаются с помощью силы политической военной полицейской силы и таким образом вот эта сила становится элементом экономической и социальной политики но силу то ведь может использовать любой кто ее захватит а кто этот любой традиционная олигархия назовем это так которая использует все пытается использовать все ресурсы государства для сохранения статуса кво сохранения прежнего порядка и нещадно крошит подавляет всякие проявления реальные или потенциальные недовольства политической конкуренции это вот такая обожаемая у нас с 80-х 90-х годов модель либеральной диктатуры мы сейчас упоминали 30-е годы можно назвать всяких диктаторов из той эпохи ну давайте назовем Пиночет аргентинская военная хунта проигравшая Маргарет Тэтчер на Фольклендах или Мальдивах да и бесславно ушедшая на тюремные скамьи вот пример классической консервативной либеральной военной латиноамериканской диктатуры диктатуры которая может быть очень кровавой в 70-е 80-е годы порядка 40 тысяч по некоторым подсчетам аргентинцев как корова языком слезала до сих пор в Аргентине есть движение бабушек которые не столько появить и плачут а выходят в косынках на площадь и требуют вернуть напоминают о том чтобы им вернули их детей внуков правнуков Аргентина мы не говорим о какой-то там дикой стране в какое-то дикое время вполне развитая западная страна где арестовывают беременных скажем женщин ждут пока она родит женщину либо в концлагерь либо в океан в океан с вертолета ну а поскольку вот все-таки дети это дети ну детей куда-то там под вымышленными именами рассовывали по приютам по каким-то приемным семям вот это пример либеральной диктатуры да в Чили та же самая история с Пиночетом может быть более широко известна ну и так далее и так далее в любой латиноамериканской практически любой латиноамериканской стране мы можем найти примеры вот такой вот либеральной консервативной военно-полицейской диктатуры но в 30-е годы появляются и два вот этих других пути и неудивительно что ловкие политики соображают зачем идти либо налево либо направо когда можно пойти и налево и направо привлечь и обнищавший рабочий класс часть среднего класса который чувствует проблемы но привлечь и тех промышленников военных ту часть элиты которая не хочет возвращаться в этот старый мир где все зависело от монокультурного основанного на одном двух товарах экспорта и вот собственно мы приходим к двум очень знаковым для и очень необычным для латинской америки диктаторам Жетулио Варгас бразильский диктатор а затем президент Хуан Доминго Перрон вот классический пример военного пришедшего к власти в результате серии переворотов но ставшего не пиночетом а пероном необычным генералом которого любят рабочие которого любят промышленники и который любит Аргентину вместе со своей прекрасной ошеломительной ненавидимой обожаемой женой Эвитой Эвитой Перрон Эвой Перрон Вот эта перрониско-варгасская модель диктатуры это удивительный фантасмагоричный блистательный микс из вообще всех диктатур которые на тот момент были доступны человечеству традиционная военная диктатура очень хорошо известная в Латинской Америке не только но и в Латинской Америке в том числе муссолиниевско-гитлеровский корпоратизм и фашизм и такой я бы сказал советский советско-большевистский уклон в права рабочего класса то есть соединение военной силы с правами в общем-то идеями о необходимости поддержания порядка и статуса КВО с появлением новых идей о необходимости структурной перестройки всей экономики и с появлением элементов идей относящихся к необходимости опираться поддерживать защищать и улучшать положение трудящихся масс то есть такой право-лево диктаторско-фашистско-большевистско-латиноамериканский микс идей который был очень-очень-очень привлекательным который сделал обе эти фигуры и Варгаса и Перона такими знаковыми их любили их ненавидели их до сих пор помнят поговорим теперь об элементах этой системы с диктатурой все понятно нужно подавлять оппозицию фашистско-тоталитарные элементы нужно создавать нацию символом которой и должен выступать президент глава лидер вождь не случайно вот эти связи с Гитлером особенно с Муссолини для обоих диктатур очень хорошо прослеживаются и Аргентина стала таким вот ну мы знаем же эти легенды о том как легенды или не только легенды о том как масса фашистов в реальности в 44-м 45-м 46-м годах бежала в Аргентину страна которая очень охотно и прагматично принимала их как специалистов носителей какого-то политического технологического знания носителей денежных средств на худой конец да то есть это были совсем не чуждые чуждые фашизму люди а что же привлекало в фашизме с 20-е 30-е 40-е годы лидеров диктатур нового типа из Латинской Америки собственно то что можно широко назвать как корпоратизм третий путь между большевизмом либерализмом между индивидуализмом и коллективизмом советского образца вот что пытались воплотить у себя в частности и в Аргас в Бразилии и Перрон в Аргентине а что такое корпоратизм это идея третьего пути в котором нет места и в общем той свободе индивидуального выбора в предпринимательстве в потреблении в жизни которая характерна для демократического либерального порядка индивидуализм неэффективен экономика перешла период свободной конкуренции она развивается на основе крупных предприятий монополий монополистических объединений финансовых групп связей финансов и промышленности да и мы не можем просто вот брать рисовать дивный мир где владелица индивидуальной фирмы выходит к индивидуальному потребителю и они там о чем-то договариваются о равновесной цене нету такого говорил этот экономический тезис исходил из того что этой картины мира уже нет все решается на уровне объединений монополий корпораций но соответственно тогда государство должно быть механизмом которые систематизируют и уравновешивают эти корпорации корпорации работодателей и корпорации работников созданные и поддерживаем государством объединения работников государственные профсоюзы договариваются при поддержке государства с поддерживаемым государством объединением работодателей, и это обеспечивает прогнозирование, планирование, если угодно, социальную стабильность, экономический рост. Корпоратизм. Не индивидуальные потребители и производители решают, что, кем они хотят быть, что продавать, что покупать и так далее, а индивиды, включенные в некие группы, общности, такого средневекового типа корпорации. Такой структурой легче управлять, и, собственно, Муссолини был, в общем, пионером во внедрении этого принципа в реальную жизнь, в политическую систему, в политическую, социальную систему, в экономическую систему Италии. И тот же Муссолини продемонстрировал своей политикой, особенно в 20-е и 30-е годы, еще задолго для Гитлера, что государство в этой системе становится элементом не только структурирующим общество, но и элементом запускающим экономику, поддерживающим экономику, имея возможность направлять и управлять вот этими корпорациями. Государство, генерируя расходы, может тратить эти расходы не абы как и абы на что, а на железные дороги, на порты, на авиалинии, на заводы, на верфи, стимулируя таким образом индустриализацию, проводя индустриализацию, проводя индустриализацию как непосредственный агент индустриализации. Тоже очень хорошая идея, очень хорошо ложащаяся на потребность в структурной перестройке экономики и осознаваемой латиноамериканскими элитами. Государство выстраивает корпоративную систему экономики и направляет ее ускоренную модернизацию, опираясь на доступные ему государству ресурсы. Ну и третий момент. Мы же рабочих объединяем в профсоюзы не просто вот чтобы их так сделать послушной серой массой, да, мы ими управляем, но мы им и даем. А что мы даем? И вот опять же опыт в Муссолиниевской Италии, потом в Гитлеровской Германии. Что мы даем? Оплачиваемые отпуска, субсидируемые поездки на курорты, собственно, созданные поддерживаемым государством вот эти вот курорты, да. Это ведь и в Советском Союзе была хорошо известная модель. По мере того, как становилось очень много работников, возникал вопрос о том, что им надо не просто там давать какие-то деньги, но и организовывать их культуру, досуг и так далее, и так далее. Вот период 20-х, 30-х годов по всему миру — это период создания новой массовой культуры досуга. Оба эти режима — диктатуры, по сути. Диктатуры, как ни крути, воплощали вот стремление соединить как бы и развитие экономики с опорой на корпоративские институты и на активное участие правительства, развитие экономики с уходом от традиционной аграрно-сырьевой структуры экспорта и опору на обнищавшие, нищающие городские слои. Прежде всего, городские слои, которые видели, как государство, как вожди этого государства, внедряют социальное законодательство, проводят законы, увеличивающие заработные платы. И при Варгасе, и при Пероне реальные доходы населения страны, они выросли на самом деле очень сильно. Кто проигрывает от этих диктатур? Те слои, которые ранее черпали источники своего стиля и образа жизни от экспортных поступлений, от экспортной выручки, то есть, условно говоря, олигархи и верхушка среднего класса, вот так скажем, городского среднего класса. Как проводился в жизнь этот новый латиноамериканский лево-правый популизм? Самое главное, они не были идейными людьми-то, они были популистами в чистом виде, которые стремились опираться и на левых, и на правых, и на богатых, условно, недовольных траектории экономического развития, и на бедных, недовольных падением доходов. И у обоих, несмотря на то, что они пришли к власти с разницей примерно в 15 лет, траектория движения была примерно одинаковой. Сначала успех, первые несколько лет это идиллия. Отцы нации ведут за собой нации, у одних растут зарплаты, у других прибыли. Да, приходится делиться олигархией, в той или иной степени ущемляют права на получение экспортной выручки. Кто порт национализирует, кто создаст систему, при которой все экспортные поступления идут не в руки экспортеров, а, ну, по сути, в госбанк, и уже потом государство решает, куда и как это все направлять. Создается контроль за движением капиталов. Да, ущемляют на первых парах только финансовую экспортную олигархию, верхушку среднего класса, и они сидят себе и бухтят на виллах в дорогих районах Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айреса и других городов, без потери электората. Но постепенно что оказывалось? Оказывалось, что по мере того, как мы наращиваем, как они наращивают, скажем, внутреннее производство, оно упирается в границы и в пределы. Ну, то есть мы условно строим, создаем государственную авиакомпанию, да, но нам нужны самолеты. Мы национализируем порт, нам нужны суда, портовое оборудование и так далее. Мы строим завод. Да, вот что-то мы сделали, собрали, вложились в завод, но заводу надо работать, а до этого нужны комплектующие, новые станки и так далее. Мы значительную часть экспортной выручки при этом, при всей национализации, пускаем куда? Пускаем на поддержание, на перераспределение. Мы же делимся. Мы рабочим потреблением повышаем и объемы производства капиталистом наращиваем. Вот продолжаться это может очень недолго. Вот этот механизм очень быстро наталкивается на то, в обоих странах, что экспорт и импорт сравнивается, и импорт начинает даже превышать экспорт. А при этом западные финансы начинают говорить, ребята, что-то вы слишком сильно заигрались в свою национализацию. Давайте, ребята, решайте, вы вообще куда и как. Внешние и внутренние ограничения приводят к тому, что снова возникает вот этот самый неприятный выбор. Вот у нас экспорт с импортом сравнялись, финансовые ресурсы, кредиты для нас все более дороги или пропросту недоступны. А если при этом еще и конъюнктура падает, безработица растет, цены проседают. Вопрос, кто оплачивать банкет будет? Выбор тот же. Олигархи уже, ну, заплатили свою часть. Теперь остались работодатели и рабочие. Кто из них? И вот тут оказывается, что усидеть на двух стульях невозможно. Режим Перона. Эвита – это в чистом виде, вот как бы так сказать, левая ипостась. Женщина, жена супруга президента, которая создала фонд и которая, по сути, создала завязанную на себя систему, гигантскую систему социального обеспечения, которая вот не в таком бюрократически скучном режиме работала, а работала так по-латинноамерикански феерично и эффектно. Разбрасывание денег из поездов, встречи с тысячами людей, восторженные речи, восторженный прием, личный контакт, обожание, ненависть. Ну и обожание. Вот это вот, вот этот вот флер, который мы ждем от латиноамериканской, не только политики, но и вообще от Латинской Америки. Умерла Эвита в 1952 году. Вот этот элемент социальный, левый, популистский перераспределительный элемент пиранистского режима просел. Поддерживать баланс между правыми и левыми стало очень трудно. Та же самая история произошла с Варгасом. Он стал смещаться вправо, 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 теряя политиков и сторонников слева все больше. На каком-то этапе те, кто были правее его, его свергли. То же самое нарушение баланса привело к потере власти перрона. Оба они, что характерно, вернулись к власти. А Варгас смог вернуться вновь, как избранный президент, через пять лет после своего отстранения, в 50-е годы. Хуану Перрону пришлось ждать почти 20 лет. Он стал вновь президентом Аргентины в 1973 году. Но и в том, и в другом случае результат этой экономической политики, он оказался таким же, схожим во чем-то. Оба они пришли, вернулись к власти, как обожаемые популистские лидеры, особенно на волне предшествующих нелюбимых каких-то так президентов, серых личностей или еще кого-то. Оба они воплощали вот эту надежду первых годов своего правления на одновременно и экономический рост, и рост социальных программ, поддерживающих доходы и у бедных, и у менее бедных, и у более богатых, гарантирующих хорошую жизнь всем, кроме, пожалуй, вот этих старых традиционных элит. Но старые элиты тоже оказались сильны, а лавировать между правыми и левыми, между рабочими капиталистами, да, оставалось все так же сложно. Варгас столкнулся с очень интересной моделью. Было совершено покушение на его противника, убили какого-то офицера охраны. Следы удивительным образом журналистских и не только журналистских расследований стали тянуться куда-то к его кабинету. Ну, может, не знакомая для нас модель, но модель, опробованная уже в середине 50-х годов. Военные опять начали поговаривать, что пора вам, уважаемый господин президент, снова на покой. Проведя с ними совещание из кабинетов министров, Варгас сделал неожиданный ход. Он вернулся к себе, в свою резиденцию, и застрелился, написав в предсмертной записке, что делает это потому, что не может выполнить то обещание, которое он дал народу Бразилии. Элиты помешали им. Написал по существу Варгас и сказал так, написал так. Теперь я, спокойно сказав эту правду, ухожу в вечность, оставляя Бразилию бразильцам. В 73-м году престарелый обожаемый Перрон вернулся к власти, сколотил коалицию. В 74-м году, уже за 70, он умер, оставив президентство своей третьей жене, Изабель Перрон, которую вскоре свергнут, отправят в Испанию и начнут диктатуру фашистскую, реально фашистско-милитаристскую диктатуру в Аргентине в 76-м году. И вот, собственно, вся история Латинской Америки – это вот такое скачкообразное, часто кровавое качание маятника между консервативно-либеральной военной диктатурой, плющащей все и вся во имя поддержания статуса кво выгодного олигархии и попытками иногда найти какой-то баланс между экономическим развитием, которое требует форсированных вложений в экономику, и перераспределением в пользу бедных, в пользу менее обеспеченных, что препятствует форсированному вложению в экономику. И вот теперь вопрос. Лула и Бальсонару – уходящий и новый старый президент Бразилии. Бальсонару – совершенно нетипичный правый популистский диктатор, который… Не диктатор, конечно, сторонние противники считают его диктаторами, он вполне себе избранный демократически, избранный демократически ушедший президент, да? Бальсонару, который говорит, что горожанам нужно не столько перераспределение, сколько защита от преступности, от мира фавел, поддержание культурных, традиционных стандартов, а не вот этого всего, но который при этом, как бы его ни обвиняли в чем угодно, за годы, за четыре года своего президентства пытался во всяком случае вкладываться в инфраструктуру, в железные дороги, в дороги, пытался как-то достучаться до беднейших слоев, поддерживая и развивая имеющуюся систему социального обеспечения, широко рекламируя социальное жилье, которое он строил, его правительство строило для бедных. И вот этот, казалось бы, человек, которого противники рисовали, как такой вот придурковатый полудиктатор, сталкиваясь со сверхпопулярным Лулой, получает почти 50% голосов, ненамного меньше, чем его соперник. А с другой стороны Лула, который начинал свое успешное вполне правление, как всегда, соединением популизма перераспределительного и популизма структуралистского, закончил его, в общем-то, на волне экономического спада, за которым последовали коррупционные скандалы. И вот, собственно говоря, тот период, когда он оказался в тюрьме. Что будет дальше? Скорее всего, то же самое. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok